Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодня у нас с Михаилом Сергеевичем такая акция. Мы каждый год сажаем в дикую природу саженцы. Допустим, в прошлый год у нас посажена лиственница. Обратите внимание на лиственницу. Лиственницу здесь в дикой природе нет. Она растет у некоторых домов. У нашего дома ее нет. Я беру у других домов семена. Я проращиваю год в стаканчиках. В этот год у меня посажено. С прошлого года у меня на пересадку в этот раз ничего не осталось. И сегодня мы будем сажать. Вот здесь у меня семена сибирского кедра. Также у меня заготовлены семена сосны горной, ясеня и клёна. Что касается посадок. Надо выбирать такие места, где молоденький лес, который, образно говоря, в течение 40 лет еще никто не будет пилить. Дальше выбирать такую реденькую траву, образно говоря, где более присутствуют песчаные земли. Потому что в большой траве саженцу, сеянцу будет никак не пробиться. И выбирать еще один немаловажный момент. Выбирать приходится, где отсутствует борщевик. Потому что борщевик тут это проблема. И он затесняет все участки. Ну что ж, давайте сейчас приступим к посадкам. Снимаем верхний слой земли. Берем орешек. Укладываем его, острием вниз. И чуть-чуть сверху присыпаем рыхлой землей. Чтобы ему было лучше проходить. Где-то делаю на расстоянии метра двух. Друг от друга. На расстоянии метра двух. Потому что схожесть у орешков не самая высокая. Снимаю мох. Беру орешек. Стыкаю его. И при генце прижимаю. Не каждый орешек, понятно дело, пройдет свой путь. Здесь даже просто вот можно мох снять. Мох снять. Ставить орешек. И слегонца вот так вот прикрыть. Дальше он выпрямится. Еще раз говорю, я сажаю в такие места, чтобы трава была не густая. Через траву ему будет никак не пробиться. Расчищаю. Расчищаю. Сейчас земля влажная. Гудобильные дожди прошли. Это очень хорошо. Хорошо. Ну вот, эстафету принял Михаил Сергеевич. Сегодня прекрасный день. Хорошая погода у нас. Градусов, наверное, будет 18-22 на улице в тени. Здесь прекрасное место. Я не могу сказать, как это называется, потому что местные потом сюда пойдут выкапывать. Но могу сказать, что здесь у дедушки был сенокоз. Такая маленькая подсказка. Сажаю каждый год уже на протяжении, наверное, лет 5-ти. Ну вот, пришла теперь очередь посадки сосны горной. Сосна горная садится у нас вот так вот. Делается зарубка в земле. Здесь у меня их очень много-много проросло. Теперь я достаю семечку пророщенную. Опускаю корнем вниз. И прижимаю вокруг землю, не ломая корешок. Идем дальше. Вот, здесь земляница растет. Давайте вот так вот тенек ее срятим от этой сосенки маленькой. Земля чувствуется влажная после дождя. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Ну вот, у нас процесс продолжается. Еще садится сосна горная. А что касается здесь по посадкам, по посадкам вообще вот леса. лес садится, садят лесники. Сейчас заставляют сажать и тех, кто пилит. Но вот мне 35 лет, и я ни разу не видел здесь вот в окрестностях леса насаждений. Их тут просто нету. Но знаю, что знаю, у меня и знакомый эта самая работа отсадит лес. Знаю, что он садится. Но вот здесь вот здесь вот в окрестностей, но вот здесь вот в окрестностях нету. А сейчас с лесом такой узаконенный бардак придумали. Сейчас есть такое, как аренда леса. Что значит вроде бы под словом аренда, да? Вот взяли вы в аренду, в прокат автомобиль. Взяли автомобиль, вернули автомобиль с колесами. Полностью. Здесь же аренда выглядит так. Лес спилили. Хорошо, если его убрали. А то и так оставили. Вот это аренда. Арендаторам дается лес на сколько-то лет. И просто пилится. Я говорю, вот здесь вот в окрестностях я не вижу ни одной лесопосадки. А выпилены такие красивые бара, такие красивые леса. Раньше от деревни лес не пилили. Не пилили по одной причине, потому что в случае пожара, чтобы деревня могла строиться. Такие вековые елки, сосны стояли вокруг деревень. Все выпилено, все. С лесом сейчас проблемы. Взять даже доски. У меня Шурин работает на пилораме. Он практически все меньше и меньше начинает пилить. И работы скоро не будет. Вот здесь лес красивый. Он здесь молоденький. Здесь когда-то дедушка косил. Здесь был сенокос. Вот такие проблемы. Конечно, эту проблему надо решать на уровне государства. Но государству это выгодно. У нас государство все построено на воровстве и взятках. Так что это все процветает. Ну а мы вот так вот потихоньку каждый год стараемся что-то внести, какую-то лепту. Никто нас не заставляет. Вот это мое желание. Мое желание. Я не привык в лесу гадничать. Я никогда не мусорю. Да, если я стараюсь брать черенки на лопаты, все заготавливаю. Ну и вот, как говорится, матушке природе я возвращаю. Возвращаю того, что природа у нас здесь не растет. Стараюсь сделать так. Ну вот, пришло время посадки ясеня и клена. Тут у меня перемешан ясень и клен семена. Ясень у нас тоже в дикой природе не растет. И клен тоже не растет. А вот у домов клен есть. А ясеня нет. Ясень я привозил с Пикалева. Так вот так вставляем. Обминаем. Комарики кусают. Здесь уже лиственный лес. Здесь осинки ростут. И здесь как раз мы сейчас не поставим. Также делаем углубление. И по два-по три семена закидаем. Пригибаем. Михаил Сергеевич опять эстафету принял. Ой, в тень зашли. Сколько здесь комаров. Ну что ж, давайте подведем итог. Мы с Михаилом Сергеевичем посеяли кедровых орешков штучек 50. Всхожесть я думаю процентов 10. То есть из них только взойдет около пяти штук. А сколько выживет это уже неизвестно. Дальше мы посеяли штучек 200 пророщенных семян сосны горной. Где-то штучек 150 примерно. Я все приблизительно. Штучек 150 ясеня посадили тоже семенами. И небольшое количество клёна. Ну что ж, сказать. Давайте скажем Михаилу Сергеевичу спасибо. Спасибо за то, что он помогает и привыкает беречь природу. На этом мы видеоролик заканчиваем. До свидания. С вами был Сергей. До скорой встречи.